Моё уваженцы, господа, значит я был готов к этому обновлению просто как никто другой. Если кто-то готов больше меня к Любови и Голуби, господа, режим истории в Кузбу вышел. Господи, разбудили меня своими обновлениями. Пацаны держат слово, сказали, что в январе выйдет обнова. В январе и вышло, и ничего, что сегодня 31 число. Любовь и Голуби, господа, история от лица заключенного наполнена юмором, приключениями, романтикой и кое-чем еще. Я так понимаю, что побег пока в разработке, это только первый эпизод Любови и Голуби. Появилась новая валюта марочки, которую вы опять попытаетесь взломать. Перестаньте крутить себе миллионы этих непонятных статок и цифр, вам не надо это, вы потеряете интерес к игре. Вы что, не понимаете? Начать приключение, у вас должны быть всего лишь там 10 марок и 2 крепких стальных яйца. Вот я и на нарах. Ну и дыра. Сыро, грязно, шкунка раздолбанная, решетка вся в плесени. Да еще и темень такая. Одна лампочка и та светит просто для очистки совести. Ну здорово сидели. А, ну здорово сидели. Видишь, какого молодого старику определили. Я даже не вижу, кто это. А музыка какая классная играет. Слушай, клево. Вы судорожно оглядываетесь, пытаясь в этой темноте разобрать хоть что-нибудь. Кто здесь? Обкурился я? Ты домовой, что ли? Кто здесь? Смотря с каким тоном ты спрашиваешь. Типа, кто здесь или кто здесь? Ну я как бы первый вариант. Кто? Кто-то, кто-то? Стрелец в пальто. Тебе что здороваться не учили, сопляк? Фраерам уважения. Арестантам респект. Здравствуйте. О, в свет включили. Ну это... Здорово. Ты где, а? Да тут я, тут. Зенке-то разуй. Чей сиделец, а не слепец. Слепец. Повернувшись, вы видите старого бородатого зэка, сидящего на шконке. Прикинь, кстати, теперь в диалогах вот в этих присутствуют твои фразы. Типа, ну это... Здорово. Ты где, а? Это вот моя фраза. По-моему, раньше этого не было. Ты кто такой, дядя? Да... Да ты прям зеленый совсем. Дедом Григорием меня звать. Григорий! Ёптвою нафраво. Здорово, тёжка. Но братва зовёт меня просто дедом. Ты уж можешь не называться. Знаю я про тебя достаточно. И как зовут и историю твою. Да ты садись, не стой, стуканом. Помочь я тебе хочу. Помочь? Дед Григорий. Слышал, он вообще давненько сидит. И посмотрите, сколько у него всякого разного. Нормально ты себе набил, Бартаков. Ты чё, и вечно здесь? Ты чё, джин? Я не думаю, что к деду Григорию можно обратиться с таким саркастическим этим. И как ты мне поможешь? Марки, прикинь? Кстати, здесь не решает сейчас карма. Марки нужны в этой истории. Ты чё, ухши, клеем забил? Говорю, что тебе авторитетки. Могу тебе уважухой положение на зоне обеспечить. Но на халяву не рассчитывай. Сперва мне услуга потребуется. Какая? Это режим истории. Я так понял, что нам так или иначе придётся здесь как бы потакать этому решанию. Я тут смотрящим, уж почти три десятка годков отсидел. И смену мне должны скоро прислать. Смену? Смотрящий. Он держит... Он держит масть? Не иначе. Говорят, вор молодой, но авторитетный. Только в последнее время дела совсем плохо пошли. И видишь, камера какая стала. Типа, я смотрящим почти три десятка годков отсидел. Он сидит 30 лет и уже смотрящий. Либо при... Или заехал сюда уже таким, что вряд ли, да? Вас понял, дедушка Маклауд. И сразу мне чипала. Ха, тридцатку? Не трёхсотку? Слушай, оба варианта напрашиваются на небольшие такие... Вас понял, дедушка Маклауд. Да прекратишь ты херню пороть или куда? Ты слышал меня внимательно, а не буктища гол. Да-да, простите. Просто ещё с... С гражданки юмором пока как бы у меня... Как я уже пытался тебе втолковать, могу я помочь конкретным пацаном на зоне стать. Но только для этого ты мне помоги. Начни с того, что в камеру порядок приведи. Ты чё это, стихами заговорил, дед Григорий? Я тебе чё, штукатура... Мне чё, ремонт тут делать? Я тебе чё? Я тебе... Я тебе... Я тебе... Ладно. А ты думал, я тебе конфетки кушать попрошу? Ты марки заработай, ты прикупи у братков чё надо. А дальше ручками, ручками. Чайные барышники сильные. Справишься. А как марки заработать? Нас обучают. Но мне давно отдохнуть стоило. Поэтому я пока тебя смотрящим новым назначил. Можно смотрящим назначить? Так что вот ты тебе смотри, помоги зэкам с отсидками. Зато и марки получать будешь, понял? Помогать зэкам... Да понял, понял. Помогать зэкам с отсидками? То-то же. Ты для начала стены в порядок приведи. От штукатурь как следует. А потом я тебе расскажу, что тебе дальше понадобится. Ну лети, щегол, лети. Делов у тебя не вправо рот, а я тут повздремну пока. Ха, дед какой довольный, смотри. Довольный, падла. 20 марок дали как с куста. Просто сразу же. Коснись экраном. Значит... О, здесь вообще всё новое. Это чё такое? Ну чё, шпатель в руки и вперёд. Марки на материалы я тебе дал. Не сейчас. От штукатурек за 20 марок. А, уже сейчас 20 марок на штукатурку. Ну давай попробуем. Ля, ремонт. Утирая под со лба, вы осматриваете плоды своих трудов. Хм. А чё, неплохо вышло. Может, на воле стоило строителям податься? А не, да ладно. Чё уж там. Так где этот дед? Разбудит деда Григория. Ой, деда Григория иногда лучше вообще не трогать. Ну давай, дед Григорий. Вы подходите к мирно храпящему деду и начинаете его тормошить. Бестолку. Старик как спал, так и спит. Почесать в затылке. Размышляя над тем, как разбудить этого престарелого богатыря, вы замечаете, что под подушкой деда что-то шевелится присмотреться. Попытаться схватить. Кого, деда или подушку? Схвачу. Вы медленно приближаетесь, после чего бросаетесь вперёд, пытаясь схватить это что-то. В последующий миг серая тень проносится у вас перед глазами, а храп деда резко прекращается. Лови её, падлу, хвостатую! Послушаться. Это, о, дед. Что с лицом? Лови её, падлу. О, крыса. Вы подчиняетесь команде деда и бросаетесь следом за серой тенью, которая оказывается мелкой мышью. Всего за пару секунд ей удаётся пронестись через всю камеру, нырнуть под шкурку и исчезнуть в неизвестном направлении. Я теперь понял, почему на баннере с обновлениями там вот эта вот мышь стоит. Это что за пассажир такой? А сам не увидел, что ли? Мышь эта! Падла серая, я уже её с полгода пытаюсь достать. Думал, ежели спящим притворюсь... А, он притворял. Так удастся её поймать. Сокрушённо покачивая головой, дед со стоном присаживается на шонку. Дед, ты в порядке? Слушай, а что, у неё какие-то счёты с этой мышью? Цветую пахну, сука! В каком гренка загорелась в порядке? Старый я уже для таких побегушек. Вот ты молодой тут, ты и придумай, как нам эту падлу хвостатую прищучить. Травануть можешь? Мышеловку поставить? Как вариант, кстати. Можно купить её, да? Дед с сомнением качает головой, после чего пожимает плечами. Можно и мышеловку. Ты только попробовал уже я. В самом итоге, ну и... А, неважно, короче. Хотя, слышал я у братков про ловушку одну особую. Чё за ловушка? А бесса её знает. Она вроде должна эту шмару мелкую не сничтожить. Ты это... Вот что, пока полом займись. Видишь, какой раздолбанный. Пол сменить решил? И вновь ремонт. Блин, слушай, так здесь пол... Поэт тебе, Терь Соловей, тоже мне. Ты не свисти, а делом занимайся. А я пока с братвой погутарю. Может, смогу договориться, чтоб нам с воли эту хренкострукцию достали, уйти. Так ещё, заниматься теперь полом, но у меня марок нет. Сколько марок нужно на пол? Ну, наконец, готов. Половой вопрос сам себя не решит. Да, собрать пол за 20 марок, но у меня... Содрать пол, но у меня нет. У меня нет 20 марок. Алё, вот, тут можно посмотреть рекламу, но у меня нет этого. Нет, не готов. Вопрос не решён, как бы. Здесь какой деловой? Ты хоть помнишь, как маркеты зарабатывают? Да всё помню, иди давай отсюда. Так, я ничего не помню. Какой прогресс ремонта. Крутизна камеры внизу. Какой авторитет, всё закончилось. Что это такое? Я могу выйти от... Начать приключение. Чё я сделал? Я вышел только что? Пол ещё не чисти, давай. А, можно просто выходить. Прикольно. Я думал, что всё. Пламойку нашёл. Закрой рот. Чё это такое? Вот это? Вот это что такое? Что это? Ничего не работает. Ладно, фотокамера. А, я сфоткал. Чалимся на нарах. Отправить. Кому? Обмен с... А, это типа матушке письмо. А чё делать-то дальше нужно? Прогресс ремонта. Крутизна камеры. Нужно какими-то делами заниматься, понимаешь? Марки зарабатывать. А как мне? Каким-то образом нужно... Это что такое? Выйти просто. Сфоткать камеру. Ладно. А дальше что? Что это такое? Это не работает у меня. Чё делать-то? Алё, где мне это... Где достать марки? Чё за прикол? Надо идти чалиться с пацанами? Иди, говорит. Как марки зарабатывать? Подожди. А ну, дед. Нет, не готов. Содрать 20 марок. Вопросы постоять. Собрать. А как мне их собрать? 59 рублей. Так это что, донат? Нет, не готов. Вопросы постоять может. Подожди. В любом случае, плати гроши. Да, чё там надо сделать? Подожди, за марки. Чтобы марки заработать, нужно обязанности смотрящие выполнять. Браткам помогать. Тем, что на свободу рвутся. Срок отсидеть. Которые с амбициями. Блатным стать. Я, который тут судор... А, подожди. Да и за бабло можно их закупить, конечно. Понял, сделаем. Надо стать блатным в обычном режиме. И ты получишь марки. Подожди, ну-ка выйти. Любовь и голуби. Безнадёга. Так а что? Карьера. Давай блатным стать. Ну, можно совершить преступление в карьере. Кем бы я ни был. Да? Теодор. Войти в хату. Здесь марки зарабатывать надо. О, здорово, мужик. В камере вас встречает. Грозного вида сокамерника. Такой уж и грозный. Просто... Блин, как я изменился. Постоянно этого пацана, да? Ты сейчас как я... Как я сейчас выгляжу. Вон твоя койка. Роспись за неё на потолке. Подкинь меня. Поставь лестницу. Не буду. Зэк протягивает вам ручку. Вы не дотягиваетесь до потолка, даже если подпрыгиваете. Рот... Руки убрал. Ты чё, бык? Заключённый бьёт вас под дых. Ах, больно. Делай, что постарше тебе говорят. Зэк засучает рукава. А ну живо лезь под шконку мышей ловить. Боясь побоев, вы послушно полезете под кровать. Ладно. И чё, марки зарабатываешь? А, вот, смотри, получи статус пахан. Пять марок. Барон. Пять марок. Закончить карьеру десять. Таблица лидеров. Ясно всё. Тащи кошелёк, жена! Двадцатку марок я, конечно, заимел. Но это вообще отдельная история. Можно снимать, как я фармлю марки, понимаешь? Надо, короче, пол почистить. Но они, конечно, готов. Половой вопрос сам себя не решит. Короче, чтобы марки зарабатывать, нужно просто сидеть в других режимах, выходить, становиться паханом, братаном, ну кем угодно, короче. Зарабатывать авторитет в других режимах. То есть это как некая мотивация играть в другие режимы, чтобы приходить сюда и проходить историю. Содрать пол за двадцать марок, давай. Опа, шоковролин. В изнеможении вы лежите на своей шконке, с гордостью глядя на чистый и ровный пол. В этот момент в камеру вводят деда. Когда охранники выходят, старик с хитрым видом вытаскивает какую-то коробочку. Шо, ловушку достали? Уже Рождество? Ловушка пришла от мышки? Да, вот она, родимая. Ну теперь этот падле серый бабка-звездуля пришла. Уж помяни мое слово. Хех, ты че разлегся там? Помоги распаковать эту штуковину-то. Ну давай распаковать. В коробке лежит загадочного вида устройства. Вы ставите его перед собой и задумчиво разглядываете. Поискать инструкцию. Теперь ты чего? Какой инструкции? Чего-чего, не знаешь что ли? Вот и я не знаю. Вот блин, горелый. Инструкции никакой нет. Ладно, вот тебе агрегат, разбирайся. Нажать на большую кнопку, на маленькую. Вернуть деду. Ну и он нахрен. Послушай, давай будем честно. Че это может быть за хрень? Может быть просто доска какая-то? Подожди, с двумя кнопками. Нафига большая кнопка? Большая, чисто жесткий сразу механизм. То есть там смерть. Маленькая. Короче, давай маленькую нажмем. Люблю маленькие кнопки. Устройство начинает вибрировать. А-а-а. И вы, испугавшись, роняете его на пол, где оно продолжает вращаться и прыгать из стороны в сторону. Наблюдать. Спустя какое-то время устройство замедляется и, наконец, закатившись под шконку, затихает. И все? Че, стенки вылупил? Я че, виноват, что ли, что эта хрень без инструкции пришла? Ладно. Ну, знаю я у братков, как с ней управляться. А ты... Гляди. Чего глядеть-то? Дед. Дед Григорий. О, мышь. Сквик-сквик. Мышка-мышка. Сама ты сквик-сквик. Ловить мышь. Вы срываетесь с места со скоростью атакующей кобры, но... Мышь оказывается еще быстрее и, победно, пискнув, снова исчезает во тьме под шконкой. Да. Слушай, вся история в ловле мыши. А с русалочкой шо? Дед с грозным видом смотрит на вас и плюхается на школку. Слышь, Шегол, а че ты тут расселся-то, а? Стены ободрал и все? Обоями займись. Только узор, чтоб нормальный был. Никаких у меня тут Микки Маусов. А с русалочкой не хочешь? Так, иди снова, короче, зарабатывай марки. Я правильно понимаю? С бруталочкой, говорит дед. Ты че, юморить не перестанешь или нет? Крендель ты недопеченный. Дед метким пятком сгоняет вас со шконки и со вздохом отправляет вас на поиски обоев. Уйти. Так и шо, деньги нужны? Снова марки? Марки для обоев есть? Задарма их не купишь. Поклеить за 20? Не сейчас. Сука, иди, говорит, зарабатывай марки. Да ты затрахал. Ишь, какой деловой. Да забыл я, че там делать надо. Слышь, ну че, а реально марки только здесь можно? Ну, это. Чтоб марки заработать, нужно обязанности смотрящего выполнять. Я понял, понял. Ну и за бабло их, да, можно купить. Слушай, эта вот фигня, наверное, потом открывается, чтоб я как-то здесь, это. Крутизна камеры не повышается, чтобы я не делал. Короче, для начального этапа нужно ищить, ну, минимум 60 марок, чтоб хотя бы обои еще поклеить. Да еперный театр, сука. Бабки, бабки, сука, бабки. Денежный АСМР. Я тут пока сижу, зарабатываю марки, нашел черный рынок в обычных режимах. Еда может обмениваться на сигареты, заточку можно обменять на сигареты, заточку на монеты, еду можно обменять на лекарства. Типа одна еда стоит, например, одно лекарство. Заточку можно обменять на монетки, 200 монет заточка, наверное, зад-назад это тоже меняется. Типа две сигареты на одну заточку. Прикольно. Черный рынок, можно барыжить жестко. Дед подушивает за марки. Так, у меня есть двадцатка на обои. Марк для обои. Окей, все у меня есть. Поклеить обои для двадцати марок. Я могу выбрать самостоятельно обольца. Кирпич дает крутиз... А, подожди, за бабки. Восемьсот! Да откуда такие суммы? Да я не знаю. Давай вот кирпич классика чистая. Кирпич чистая классика, кстати. Хочу вот это. О, постер! А можно нажать на него? Вы лежите на своей шкунке и раздумываете, не пора ли попытаться в очередной раз отмыть руки от клея. Или стоит подождать, пока он сам отвалится. Эй, щегол! Чё, опять разлегся? А, я вижу, с клеем не учили работать, да? Перчатки нужны были. Нужны были перчатки. Хочу постер на постер. Хочу нажать на постер. Век живи, век лечи, щегол! Ты лучше вот сюда глянь. Добыл я инструкцию. А, от этой, да? Ща разберёмся, ловушку запустим. И через час можно будет деревянным... Деревянный м... М... Макинтош для серой падлы заказывать. Деревянный макинтош. Прочитать инструкцию. Вы подходите и начинаете вместе с дедом изучать брошюрку. Точнее, читаете вы, а дед только щурится, невнятно матерясь себе под нос. Очки нужны, придурок! Так. И кляп для такого... Ха-ха-ха-ха-ха! И кляп для тебя, чтобы... Ты не делал поменьше, умник! Эх, наманюсь я щас, намаюсь я щас с тобой. Давай вот что. Лучше ты её читай, да мне и говори. На что нажимать? Для чего крутить? Понял? Понял, понял. Лишнего там не нажми, а, дед? Дед Григорий. Ладно. Дед только фыркает в ответ и, взяв в руки ловушку, вопросительно смотрит на вас. Вы киваете, углубляясь в чтение. Нажав на большую кнопку... Нажать на большую кнопку. Поверните рычаг вправо и нажмите маленькую кнопку. Повернуть рычаг налево и включить. Дочитав инструкцию, вы поворачиваете нетерпеливо пропытывающему деду... Ну чё там? Куда нажать-то? Нажать большую кнопку и вправо рычаг. Большая кнопка, рычаг влево. Нет, большая кнопка, рычаг вправо. Класс коррекции. Там можно ещё и ошибиться. Дед точно следует вашим указаниям и устойчиво начинает негромко жужжать. Кстати, было бы прикольно, если бы я прочитал, а потом в следующем мне бы дали выбор, типа, ну, на память проверку. После этого из него появляются сначала две ноги, потом ещё две. Потом верхушка преобразуется в какую-то треугольную фигуру и ещё через пару минут перед вами оказывается... РЫБОКОШКА! ЗУБАСТАЯ РЫБОКОШКА! Разработчик, чё ты придумал тут? Пока вы с восхищением наблюдаете за устройством, оно начинает деловито нарезать круги по камере. Наконец, РЫБОКОШКА останавливается и переводит взгляд на деда. Тебя чё, хрень... Это чё, хрень металлическая? Лови давай! Остановить рыбокошку. Дед, ты не нрав... Ты ей не нравишься. Дед, ты и мне не нравишься, дед. В ответ дед одаривает вас раздражённым взглядом и уже раскрывая рот, чтобы что-то сказать, когда отвечают... Сквик, сквик! Слышишь, чего? Чего? Вы замечаете серую тень, распластавшуюся в прыжке. Рыбокошка выполняет свои обязанности, бросается вдогонку прямо через старика-зэка. Вы кидаетесь ему на помощь. Дед отскакивает в сторону, пытаясь увернуться... Господи, что за тарантиновские въезды? Пытаясь увернуться сразу от всех. Мышь-кошка продолжает метаться по камере, когда пыль рассеивается, обломки рыбокошки лежат у стены. Дед, на полу! А вот мыши нигде и не видно. Как всегда. Дед, ты как? Помочь деду. Ты как, дед? Помочь деду. В реку, срак! Помоги! Наш конг перебраться. Вы подхватываете дед и укладываете его на простыню. На его кашель становится все тяжелее. Кажется, ему действительно нехорошо. Заварить лечебный чай. Лечебный... А у нас есть чайфернуть чай? Вы завариваете для деда особый чай по бабкиному рецепту и даете сделать пару глотков. Ну и гадость. Траван от меня решил. Лучше на помощь позови. Пусть сестричку пришлют, что в прошлый раз приходило. Позвать охрану. Сестричку? Мне обещали... Мне обещали зафлексить. Матом, стуком и старанием вам удается дозваться до охранников и объяснить им, в чем дело. Мне нравится эта фигурка. Через 10 минут в камере открывая и внутрь входит... Боже, кто это? Опа, появляется там. Силуэт мелькает. Вошедшая мисс сестричка должна была сниматься в какой-нибудь мелодраме или комедии про сердцеедок, а не работать в санчасти на зоне. Ты глянь на нее! Вы пытаетесь найти слова, чтобы объяснить ситуацию, но... Вы ангел. Ты... Вы... Это... Молча показать на деда. Не, слушай. Вы ангел, упавший с небес. Небеса звонили, сказали, пропал ангел. Это же ты. Да? А вашему... Вашим родственникам... Хлебобулочный. Ладно. Вы ангел. Вы ангел. Она с приятным удивлением смотрит на вас, потом замечает деда Григория и бросается к нему. Ну, дед Григорий, конечно. Но на полпути спотыкается. Вам удается подхватить... Подхватить ее. Почувствовать тепло тела и запах духов. И вот опять. Почему тут не пол, а полоса препятствий? Извиниться. Ну вот опять. А, это она говорит. Ну вот опять. Почему тут не пол, а полоса препятствий? Ну, я исправлюсь. Сделаем нормально. Вы пытаетесь что-то выдавить, но она уже забыла про ваше существование. Девушка ловким движением раскрывает медицинскую супку, наполняет шприц и делает укол деду. В процессе ваш взгляд невольно проходится по ее фигурке и... Ха-ха-ха, нет-нет, точно не с такой кроватью. Дождаться, пока она закончит. Ладно. Через 10 минут дед храпит, и вы пытаетесь завязать разговор с миссисторой, но безуспешно. Скоро все уходят, оставив вас на едины с разбитым сердцем. Прилечь. Прилечь. Чуть позже. Ого, прикольно. Чуть позже. Вы еще раз оглядываете хату. Тут скоро жить можно будет. Жаль, что вы здесь только временный гость. Но все же, в этот момент дверь в хату распахивается, и на пороге вы видите ее. Она вернулась. Может, ко мне? В чем дело? Построниться. В чем дело? Как посторониться? Общайся с ней. Вы извините, что-то... Миссистора с некоторым удивлением смотрит на эту пантомиму и входит. Вы пытаетесь сообразить, как завязать с ней разговор. Это же... Это же второй шанс. Его нельзя. Вот, скажем, представиться. Спросить ее имя. Господа. Представимся, да? А как меня зовут? Я уже не помню, кто я. Спросить ее имя. Подожди, ну... Подожди. Сразу вход, да? Типа, вот ты вставай. Меня... Меня Григорием зовут. Эллигорием. Нет. Спросить ее имя. Как вас... А как вас зовут? А? А, представиться. Меня зовут... Ну... Потрясающее красноречие. Все ораторы мира лукоплечут вам стоя. В это время медсестра растерянно оглянувшись замечает лежачий возле шконки деда Григория стетоскоп. А, она его забыла. Вздохнув, она поднимает его и разворачивается к выходу. Остановите! Остановите ее срочно! Никуда пошла! Вы заграживаете ей выход и пытаетесь что-то из себя выдавить. Она смотрит на вас с опаской, потом выражение лица смещается и на нем появляется улыбка. Меня зовут Кристина. Я еще вернусь, не беспокойтесь. Она вернется. Кристина? Запомним. А нас-то как зовут? Произнеся эти слова, она выпахивает через услужливо открытую охранником двери и снова пропадает в коридоре. А вы стоите с глупой улыбкой, повторяя ее имя. Кристина. Наконец, эйфория от ее визита ослабевает и вы решительно поднимаетесь со шконки. Ей ведь пол не понравился, так? Вот и займемся полом! Нет, только не марки! Бабки! Кажется, между вами и медсестричкой возникла химия. Но если хотите проникнуть в... сблизиться с медсестрой, приобретайте лучшее из доступных предметов и санитаря. Лучшее! Для медсестры нужно лучшее, ты понимаешь? Новый пол опять! Новый пол! Опять... Давай забирай уже плитку свою, пока охрана не увидела. Не сейчас. Положить плитку за 20 сиг. Что такое сиг? Сигарет? Положить плитку за 20 сигарет? Сиг это сигареты? А, 20 марок все еще это. 20 марки. Или, или, или что такое? Подожди. Не сейчас. Блин! Бабосы! А как же флекс с медсестрой? Все, я понял. Потом зайду. Давай наберешь. Блин, постер. Могу нажать. А, постер это чтобы поменять, поменять стены. Я так понимаю. Давай вот эти вот поставим по приколу. О, классно выглядит. А где постер? Это было одно бесплатное изменение. Я его просрал. Боже! Но почему забирают все самое лучшее? Почему такая хорошая медсестра? И я не могу с ней... Как, как ее найти? Сфоткаю новую камеру. Все. Все. Я отправился на фарм карточек. У меня ничего нет. Чтобы... Прогресс ремонта, кстати. Слушай, крутизна камеры поднимается. Ладно, что-то здесь все-таки меняется. Где дед? Надо пол менять, чтобы с сестрой зафлексить. Блин, клево. Весел? Мне весело. Мне было весело. Классно.